Чтобы вы помнили, мы не занимаемся физкультингом, когда вы поймали какой-то вирус. У вас острое респираторное заболевание, у вас температура. Жалейте себя, не занимайтесь, пожалуйста. Температура пройдет, восстановитесь и продолжите заниматься. Когда у вас вирус герпеса, тоже, пожалуйста, не занимайтесь, потому что можно размести активно этот вирус по лицу. Не нужно, да? То же мы восстанавливаемся и занимаемся. Нельзя заниматься, когда у вас воспаление лицевого треничного нерва. Это важно. Не занимаемся. я когда-то тоже все время думала, что это же очень больно, и люди не будут заниматься. У нас есть такие девчонки, которые там, ну если знать легкое воспаление, все равно уже пишут, ну и на можем не заниматься, но чуть-чуть там. Вот, ни в коем случае, да, мы не занимаемся. Когда у нас травма шеи, челюсти, не занимаемся. С осторожностью занимаемся. Когда у нас была травма шеи, тоже челюсти, обязательно с осторожностью. Когда было воспаление лицевого треничного мира, то есть тут повышенное усиленное внимание. То есть можно прислушиваться к себе, обязательно говорить об этом тренеру. И обязательно консультация так много, если у вас есть проблема с щитовидной железой. И определенная функция щитовидной железы, к сожалению, нога доктору приезжает заниматься. Вот, поэтому если есть какие-то такие проблемки, нужно все равно проконсультироваться с доктором. А если теперь проконсультироваться? Потом поговорим хорошо, индивидуально, лон, потому что там какой диагноз, мы поговорим. В основном, наоборот, рекомендуют. Девочки, которые есть такая проблема, принимают гормоны, отмечают очень хорошие результаты. С удовольствием занимаются, их состояние намного улучшается. Вот, поэтому, как правило, заниматься можно. Вот, и при беременности, единственное, что мы осторожно не дышим животом. Все остальное, в принципе, делать можно. Если есть какие-то индивидуальные там вопросы, хорошо, туда подходите, обсудим это уже в индивидуальном порядке, что может кого-то беспокоить, или какой-то, если бы, как я разучил.